Приветствую вас. Для начала я бы хотел, наверное, уточнить. Вы хотите развестись с мужем? Фактически. То есть вы хотите ему предложить жить, то есть развестись и жить просто в гражданском браке, не в официальном. Такая история. Потому что то, что вы говорите и то, что вы пишете, это как бы все вокруг да около. То есть по факту вы хотите развестись с мужем и предложить ему жить в гражданском браке без обязательств, без ответственности. Ну это ваше право, я считаю. И я считаю, что если это решение продиктовано, например, желанием обеспечить дочь свою жильем, если это продиктовано вашим сознательным выбором, сознательным решением, не страхами, неуверенностью какой-то в муче в себе, если на это не влияет прошлый опыт какой-то негативный, ну например, взаимодействие с мужчинами там, что-то типа того, то мне представляется история такой, что тут никак грамотно и корректно не объяснить супругу. То есть по факту, если вы своему супругу скажете, ну будете намекать, он поймет, его это задвинет сильнее, чем вы, если вы ему скажете прямо, все как есть, все как есть. Вот. То есть, дорогой, я хочу, там, жить в гражданском браке, потому что вот у меня то-то-то-то-то-то-то. Или ты знаешь, что у меня то-то-то-то-то-то, поэтому я решил, что не хочу жить в гражданском, в официальном браке. Вот. Да, это будет негативно, да, это будет неприятно, да, это довольно своеобразное предложение, но если вы решили, если ваш запрос именно такой, как грамотно и корректно, то тут момент такой, момент только вот в этом. Законично все-таки и ни в коем случае не запрагивая личность вашего мужа. То есть не нужно говорить, что ты здесь ни при чем, да, просто говорить, вот как вы сказали, да, что мне комфортнее, значит, жить, ну, не в официальном браке. Вот. По желанию можно озвучить, например, что необходимо сделать для того, чтобы вам было комфортно жить в браке. Например, что муж должен сделать, чтобы вам было комфортно. Ну, об этом я сейчас тоже скажу. Итак, мы с мужем в зарегистрированном официальном браке вместе уже 5 лет, детей совместных, 9 детей совместных нет. С мужем все отношения нормальные, любовь. Но с регистрацией брака был опрометчивый шаг с моей стороны. Опрометчивый шаг, но он был. Понимаете, он был этот шаг. Если шаг был, значит, у него есть какая-то и подоплёка. Значит, вы что-то хотели, значит, вам что-то было нужного и так далее. Вот как бы тут и нужно исследовать, что именно вам было нужно. Почему вы выбрали для себя такой шаг, да? Что для вас было на тот момент актуально, когда вы, условно говоря, принимали предложение мужа выйти за него замуж? Вот. Что для вас было актуально тогда? Да. И что для вас стало актуальным, например, вот сейчас? Когда всё поменялось, когда всё изменилось, в результате чего всё поменялось и в результате чего всё изменилось. Это важные истории, важные моменты, на которые вам необходимо для себя ответить. Ну, может быть, вы знаете, просто сейчас, как бы, такой информации нет. А это нужно для понимания полной карты. Дальше. У меня есть две квартиры дальше недвижимости обеспеченного супруга, к сожалению, ничего. Ну вот, я бы сказал, и я так предвиду, что вам, скорее всего, это не понравится, что у вас есть сравнение. То есть вы, как бы, сравниваете себя и супруга. То есть, ну и что, что у супруга ничего нет, да? Как бы, ну, значит, у него есть что-то другое. А насколько вы его полноценно принимали с тем, что у него ничего нет, да? То есть, это вопрос вот про ваше восприятие мужа. Дальше. Вопрос встает, пишите вы о продаже моей недвижимости и вложении средств. Вот что это значит? Продажа моей недвижимости и вложение средств. Вот что это значит? Почему вы, ну, должны, условно говоря, вкладывать куда-то? Для чего вы должны вкладываться куда-то? В какой стати вы должны вкладываться куда-то? Понимаете? То есть, опять же, это вопрос, ну, не очень понятный. Есть ли такая необходимость, действительно, в том, чтобы вкладывать свои средства и продавать ваше недвижимость? Ведь это ваше недвижимость. Я понимаю, что ни брачные контракты, ни иные бумажки силы особо иметь не будут, и купленные браки являются совместно нажито. Слушайте, ну, я особо не юрист, хоть у меня юридическое образование первое, но это было достаточно давно. Вот, я не юрист, но, насколько я помню, брачный контракт, он заключается, по-моему, вот в начале брака. То есть, если его можно заключить во время брака, ну, что вы сколько-то времени прожили вместе, он может заключить брачный договор. Если можно так сделать, то сделайте, и он будет иметь силы. Почему? Из чего вы решили, что имущество будет считаться самим знаменитым, если у вас есть брачный контракт? Брачный контракт, он для этого, он на то и создается, он на то и составляется, чтобы защитить супругов и обеспечить, как бы, им, ну, какую-то вот подушку безопасности. То есть, откуда у вас эта информация, что иные бумажки силы особо иметь не будут, для меня загадка. Может быть, есть какие-то изменения в законодательстве, но тогда это нужно, опять же, исследовать. Но вот у меня информация, по моей информации, что брачный контракт, он определяет, как раз таки, именно, порядок распределения имущества между супругами, в случае, там, их развода и так далее. Дальше, у меня есть дочь, значит, 21 год, еще пока незамужняя, без жилья. А при чем здесь дочь? То есть, как она интегрируется? Вы хотите ее жильем обеспечить или что? При чем здесь она? А, у мужа, простите, простите, пожалуйста. У мужа есть дочь, не у вас. У мужа есть дочь, 21-го года. Незамужняя. А, и что? И что дальше? То есть, как бы, он... И что? Ну, есть. И... Не очень понятно, не очень понятно. Вы... Вы, длиннее, не вы продаете свою ему... Свою, ну, свою недвижимость. Не надо. Не надо. Ради нее продавать. Потому что... Дочь, это мужа, и муж вправе ее сам обеспечивать. Она себя должна обеспечивать, но не вы. Нет, ну, понятно, что... Эээ... Помочь, там, ей деньгами, там, может быть, немножко можно. Но продавать свое имущество ради чужой дочери, тем более взрослой дочери. Если это... Если вы это действительно делаете ради... Эээ... Помощи ей не стоит. Это жертва. И это в любом случае будет жертва. Даже если вы будете жить в гражданском браке, все равно вам будет неприятно. Все равно вам будет... Эээ... Хотеться... Эээ... Какой-то компенсации. Все равно вам будет хотеться... У... Какого-то возмещения. А его не будет, из-за этого могут расти обиды. Эээ... Не знаю, как мне грамотно, корректно объяснить супругу, что мне было бы комфортно жить в гражданском браке между собой. Но об этом я уже сказал. Посоветуйте, пожалуйста, когда она будет тактика моего поведения в решении этого вопроса. А какого вопроса? То есть вопрос в чем? В чем? В том, чтобы развестись или в том, чтобы имущество не продавать? Это непонятно. Да? В том, чтобы развестись? Развестись я сказал. В том, чтобы имущество не продавать. Сказал тоже. Отношение к дочери мужа тоже как бы необходимо корректировать. Есть ощущение, что супруг будет обиден предложением таким. Ну и пусть это его проблема. Обиде это его проблема. Знаете, если, еще раз повторю, вы, если вы сами двигаетесь по направлению к тому, что вам кажется правильным, для себя, то неважно обижается другой человек или нет. Это его проблема. Но если вы действуете не совсем объективно, да, если вы действуете не совсем объективно, если вы действуете исходя из своих страхов, как я уже сказал и так далее, то в этом случае обиды, конечно, вас заденет. Но вот здесь обидой является, обидой является, по сути, отражение того, что чувствует и вы. И вам неприятно может быть только вот эта история, что человек отражает то, что вы сами чувствуете. Вот. А так в обиде нет ничего, в принципе, плохого. То есть это нормально, что взрослые люди, значит, как-то вот обижаются на поступки своего партнера. И, в общем-то, совершенно необязательно, чтобы действия ваши, например, во всем, во всем устраивали, да. Вот. Вот. Вот, в принципе. Так. Значит, если вы пишите, что для меня есть вероятность риска, я бы хотел, наверное, отметить здесь, что вероятность риска – это ваша ответственность. И вы можете сейчас полностью себя обезопасить. Вот. Понимаете? То есть вы можете себя обезопасить тем, что не будете действовать, ну, к примеру, себе во время. Для этого совершенно не нужно, на мой взгляд, ну, разводить, как бы, да, для этого не нужно, на мой взгляд, менять все. На гражданский брак. Вот. То есть здесь лично я здесь улавливаю перенос вашей ответственности на другого человека. В теории человеку объективно будет неприятно, что вы решили с ним развестись и жить в гражданском браке, хотя до этого согласились. Да. Ему будет для этого неприятно. Так почему человек должен отвечать за ваши риски? Просто не делайте того, что вводит вас, если бы вас в эту зону риска и все. По крайней мере, исходя из вашего ответа, мне надо напрашивать вам такие мысли. Вот. Возможно, какие-то из этих мыслей вам покажутся, значит, ну, глупыми какими-то мыслями вам покажутся. Странными. Вот. Очевидными, может быть. Но, тем не менее, тем не менее. Большего, пожалуй, наверное, сказать нечего по существу. Но, есть немножко, что сказать по поводу вас, ибо мне кажется, что это уже не первые отношения, с которых у вас наблюдаются проблемы. Очевидно, что вы были еще мужчины, с ними у вас отношения не ладуют. Если это так, то нужно анализировать ваши отношения с мужчинами, чтобы понять, где вы допускаете ошибку, подкорректировать их в глазах, чтобы эти ошибки больше не влияли на ваши отношения, чтобы вы все-таки выстраивали гармонические, успешные отношения без такого рода проблем. Психология называется родительским сценарием. Соответственно, он корректируется при анализе. Дальше. Что мне еще? Видится это то, что, на мой взгляд, вы не принимаете свои чувства. Вот вообще никак свои чувства вы не принимаете. Уж я не знаю, как бы, по какой причине пока, но тут у вас проблема с принятием своих чувств, на мой взгляд, это очевидно, и вот почему. Дело в том, что вы боитесь обидеть мужа. Помимо всего прочего, страх обидеть мужа, если чувства ваши идут от души, это обесценивание своих чувств. То есть, когда человек свои чувства не обесценивает, он просто ставит людей перед фактом, что вот я так чувствую, вот я буду так делать. Вы извините, но я так поступлю, всё. Вот. Но при этом понятно, что нужно убедиться, чтобы не было вреда. Чтобы не было вреда другим. Ваша ситуация, она сложна тем, что мужчине объективно наносится вред. И вот нужно, прежде чем принимать решение, этот вред наносить, нужно рассмотреть все возможные варианты, для того, чтобы и вам было хорошо, чтобы вы не захотели вреда, и чтобы вред мужчине тоже не наносится. И вот только если невозможно так сделать, тогда вам придется соотнисти степень вашего риска и степень вреда. И если вы решите, что степень риска больше, чем вред, вы принимаете решение и поступаете так. Но приняв решение, вам нужно идти до конца, не оглядываясь и не сомневаясь. Потому что сомнения будут провоцировать, например, мужчину вашего на то, чтобы обвинять вас. Если сомнений не будет, то и обвинений тоже не будет. Но, по поводу чувств, вы, на мой взгляд, не принимаете свои чувства. Вот, потому что, ну вот, как будто бы стыдите своего желания. Вот, и плюс вот опрометчивый шаг с браком. Ну, люди понимают, что женщина вы, очевидно, взрослая, зрелая. Вот, личность. И, ну, опрометчивый шаг для вас, это, на мой взгляд, странно. Возможно, тут тоже из-за того, что вы, вот, взяли и обесценили какое-то свое чувство в момент совершения прощага. А теперь из-за этого переживают. Со своими чувствами нужно, нужно войти в более, в более лучший контакт. Вот, и в этом вам, опять же, конечно, может помочь психолог. Если вы этого как хотите. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что я могу сказать. Я не претендую на истину в плане чувств ваших, но мне кажется, что это так. Пока. Вот, значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И помните, пожалуйста, что ваше, это ваше, оно принадлежит только вам. Использовать вы можете его как угодно. Угодно и, в общем-то, никто другой не вправе вам указывать. Даже если хочет, хочет и ждет от вас этого. Помните, что обида людей, обида человека, это его, собственно, проблема. Ни в коем случае не ваша. Но, с одной стороны, необходимо сделать так, чтобы вреда другому, именно из-за ваших действий, содействия не было. Или он был поведен ко минимуму. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.